Приветствую, друзья! Вот видите, там над крылышком, там звёздочка синенькая. Это Светлана Беспавлова, наша участника Школы Человек будущего, Хомофутурс, предложила сделать. Ну, я сделал. Коллективный разум работает. Вообще-то, картина скоро будет золотистого цвета, чтобы точно было, что это ангел на велосипеде. Если вам так понравится, посмотрим. Напишите свои предложения. А теперь я вам хочу рассказать важное. Ну, это тоже было важное, но сейчас будет ещё важнее. Почему люди занимаются медитацией? Зачем это нужно? И почему в основном девочки занимаются медитацией? Почему они любят слушать музыку, медитативные сюжеты? Почему они более так эмоционально-эндокринные такие? И знаете, что это означает? Это означает, что когда они о чём-то думают, подключается гормональный фон. И поэтому... Ну, у мальчиков тоже, конечно, и у меня тоже так же, и у каждого человека так же. Я не знаю, у животных это бывает или нет, но только человек имеет выбор, так сказать, и только человек способен создавать идеалы. Идеалы – это хорошо. И вот когда человек слушает музыку или, например, замечтается... Это же и есть медитация. Вы думали, что медитация – это что-то другое? Ну, вот, например, состояние задумчивости. Вспомните. Вспомните, как вы замечтались, например, слушая музыку или на природе, и вам так сделалось так тихо, спокойно, внутри, хорошо. Вот этот вот внутренний диалог или внутренний монолог. Теперь не знаешь даже, как назвать, потому что все слова меняют свои значения. Да, все время меняют, и мы с Романом Газенко как раз-таки на эту тему часто с вами со всеми разговариваем. Что и как означает какое слово. Ну, конечно, это не для того, чтобы вы стали именно так говорить, а не так, например, «благодарю» вместо «спасибо». Кому как нравится. Речь идет о том, что, размышляя не тем, как мы размышляем, размышляя над тем, что человек по природе творец, становится более-менее понятно, почему нам нужна музыка, почему нам нужны картины, почему нам нужна жестикуляция нужна, почему, потому что, когда человек сопровождает свои мысли, свои образы, свои ощущения какими-то жестами, у него происходит синхронизация. То есть действие синхронного состояния. И там снимается внутренняя противоречие. То есть внутренний конфликт между внутренним и действием. Да, между внешним и внутренним. Конфликт снимается, противоречие снимается. И поэтому человек занимается, повторюсь, медитацией. Занимается. Ну, например, медитация в переводе, если вы посмотрите в Википедию, это кое-где, это как бы размышление. Ну, чтобы размышлять, нужно же быть без шаблонов, без страха, комплексов, стереотипов и подражания авторитетам. Надо же быть самим собой. Вот когда вы, например, летали в детстве. Многие же летали в детстве. Я тоже сам помню, как я летал в детстве. И вот это вот спишь, и там такое ощущение, ну, полеты во сне, говорят, дети летают, значит, растут. Ну, и удивительное состояние. Но некоторые падают. А некоторые вообще не помнят, летали они во сне или нет. А вот вы вспомните, например, летали вы во сне или нет. Я об этом уже делал однажды специальный ролик. Но у нас столько роликов, там, тысяч километров, условно говоря. И поэтому трудно сразу разобраться, где, что, как лежит, потому что они все интересные. Из года в год. В нашей школе человек будущего Homo Futurus. Из года в год. Много-много разных роликов. Но там есть плейлисты. Можно открыть, например, и посмотреть. И для новичков, которые не знают, что такое этот ключ. Ну, вообще, летали во сне или нет? Или, например, формула ФА. Что такое формула ФА? Вот, например, у меня на стрессу, на сайте, на старом, стоит, что я создатель синхрогимнастики, метода ключей, формулу ФА, и ликбеза для населения, бесплатного ликбеза. А формула ФА, это знаете, что такое? У нас был такой ликбез, бесплатный. И вебинар был такой. И наш Борис Плаксин, участник нашей школы, человек будущего Homo Futurus, сам актер. У меня есть с ним ролик, как он эту формулу ФА делал, и сразу снял напряжение. А это для того, чтобы натренировать наш мозг, научиться многозадачнику. То есть, когда много сразу разных задач валится на тебя, чтобы не растеряться в этой неопределённости, чтобы сообразить, вот там формула ФА. Что это значит? Это значит формула автоматизации начатого действия. По скорости автоматизации. Формула ФА. Ну, в начале, когда я об этом говорил, мне писали некоторые люди, которые, ну, как-то так привыкли к шаблонам. Они говорят, что это у тебя метод клёжа, формула ФА. А потом привыкли. Я просто хочу сказать о том, что человек адаптируется, потом начинает из-за того, что это что-то новое, увлекаться этим, потом понимает, что это такое. И вообще-то формула ФА мне подсказала, как правильно делать. Девочка, да, из нашей школы, человек будущего, Homo Futurus, она сказала, знаете как? Она сказала, что женщины постоянно её инстинктивно делают. Вот послушайте внимательно. Одновременно, говорит, голову феном сушишь, одновременно ногой притоптываешь, одновременно яичницу жаришь, одновременно кофе ставишь, одновременно губы подкрашиваешь и парня ждёшь. А всё одновременно. И вот когда мы предложили там на ликбезе или на вебинаре, предложили тогда эту формулу ФА, например, возьмите, делайте сейчас любые противоположные по своему характеру действия, которые противоречивы сами по себе. Многозадачник такой. Делайте, например, вот так вот и вот так вот. Или одновременно вот так, или голову вот так как бы феном сушите, одновременно ножкой притоптываете, одновременно девочки делают вот так. Всё одновременно. И буквально за минуту такое состояние медитативное, как будто гора с плеч свалилась, такая лёгкость, потом сидят и так хорошо, такая расслабленность, такая успокоенность. Буквально за минуту. Формула ФА – сильная вещь. Но мы сейчас будем говорить не об этом. Мы начали с того, почему люди занимаются медитацией. Это потому, что разгрузка нужна человеку. Эмоциональное, эмоциональное обнуление. Потому что человек, если он время от времени не разгружается, например, любимым делом, любимым делом, когда он чем-то занят, у него синхронизация. То есть его действия соответствуют его текущему состоянию. А когда он занят нелюбимым делом, у него напряжение растёт. И вот что тут происходит. Почему, например, а вы следите за мыслью, почему, например, у нас есть сила воли, когда мы должны себя преодолевать, в чём-то останавливать или к чему-то себя мотивировать, к чему-то батализировать. Откуда берётся эта сила воли? И почему родители выучат детей силы воли? Ну, потому что они хотят, чтобы дети были в жизни защищёнными. Ну, потому что они хотят, чтобы дети в жизни могли во время того, как растут, быть деятельнее, успешнее, получать результаты. И не всегда хочется делать то, что не нравится, а больше хочется делать то, что нравится, а надо себя останавливать. Ну, вот для этого сила воли нужна. А вот это обнуление, это как раз-таки обучает человека быстрее расширять свои адаптивные, волевые и творческие возможности. Быстрее и проще. Это более свободные пути, потому что там есть переходные моменты, которых в обычной жизни, ну, в старой школе, в обычной традиционной, никогда этому не учили, потому что просто не знали. Я вам пример приведу. Например, вот смотрите. Я вот задумался, я вот задумался, как бы пример полезный привести и стал руки потирать. Почему? Потому что напряжение сразу выросло, как только я стал сосредотачиваться. И я лишнее напряжение стал снимать повторяемым действием. Повторяемое действие снимает напряжение, как и любимое дело. Если вы не можете заниматься любимым делом по каким-то причинам, по каким-то внешним или внутренним обстоятельствам, тогда вы делаете приёмы ключа. Вот это потирание, повторяемое действие, или повторяемое действие. Вот это вот разгрузочное действие. Ключевая разгрузка. Это что такое? Это когда вы переживаете, о чём-то переживаете, о чём-то переживаете, решаете какой-то вопрос, который вам кажется совершенно нерешаемый. Пять минут назад казался нерешаемый, вы стали переживать, и вы при этом переживании, соединили переживание с покачиванием таким, как будто мама вас на руках хачает. Ну, неважно, но вы подберите себе или так, или так, или вот так. И переживайте на эту тему, о чём переживаете. Не специально переживайте, а то, что у вас происходит. Думайте, о чём думается, и делайте, как делается, чтобы было комфортно. И когда соединяются две свободы, внутренняя и деятельная, две свободы соединяются, и вам-то хорошо, и вам-то так медитативно, может сказать, такая релаксация, так сказать, такое безвремени там появляется. Вот оно в чём дело. Если бы у вас на решение какого-то волнующего у вас вопроса было бесконечность времени, вы бы не переживали. Вы бы знали, что вы за тысячу лет, конечно, найдёте способ решить этот вопрос. А поскольку времени нет, а когда вы снимаете лишнее напряжение с синхронизирующим действием, с текущим вашим переживанием, как мама ребёнка покачивает, повторяю, у вас это время вдруг появляется. То есть напряжение связано с отсутствием времени. И вот что я вам хочу сказать. Вы заметили, конечно, что иногда бывает, что вы с кем-то разговариваете, а он вас не слышит. Он вроде бы головой кивает, вроде всё понимает, соглашается якобы, а сам думает о своём. И ждёт, когда же вы наконец болтовню свою закончите. Потому что у него идёт поток. У него идёт свой собственный поточный процесс. И ему приходится силой воли блокировать этот процесс. А ему тяжело, у него тогда напряжение растёт. Поэтому не каждый человек может. И если он время от времени не разгружается, не снимает нервномышленные зажимы, по методике ключ. Это новый уровень школы. Если он этого не делает, он не слышит вас. А если он учится в институте, он не слышит преподавателя. А если он идёт на экзамен, хочет думать об одном, например, о том, что он сейчас всё там будет помнить, сумеет на любой вопрос ответить, а в душе у него совершенно другое мнение. А вдруг провалюсь. И это доминантно мешает ему сосредоточиться. Много чего происходит. Поэтому время от времени человек медитирует. То есть выходит на состояние безвремени. И тогда, когда у него появляется вот это личное время, когда он выходит из-за действенностей различных, он выходит из этого тупика. Это называется обнуление. Да. Замечтался, у него появилось созерцание, например, заслушался музыку или задумался. И постепенно эмоции стихают, стихают, стихают. Внутренний диалог или монолог, как хотите, называйте. Это по-разному называется. На разных сайтах, в разных книжках по-разному. Но самое главное, что в этот момент вы успокаиваетесь. И если вы время от времени или любимым делом разрушаетесь, или музыкой, или этой медитацией, которую смотрите в интернете, или применяете ключевые приемы, о которых я рассказываю от ролика к ролику на бесплатных ликбезах. И сейчас мы с Шейлой будем проводить с моей дочкой и психологом ликбез. Нет, нет. Вебинар будем проводить. Ликбез мы проведем. Проведем до этого. Проведем. И мы уже проводили. Сейчас вебинар проведем. Чем отличается вебинар от ликбеза? В ликбезе обычно любые вопросы могут задавать. Любые вопросы задавать. И я по зуму их слушаю. Все выходят. Все друг другу помогают. И там атмосфера прекрасная. Как и на вебинаре. И на вебинаре так же. Но чем же все-таки отличается? Во-первых, на вебинаре есть определенная тематика, по которой мы двигаемся. И вот сейчас в русле этой темы мы будем проводить вебинар не только как снимать страхи, не только как снимать тревожности, не только как снимать андреналовый такой, кризовый такой момент, и успокаиваться, но и развиваться. Развиваться как личность. Это очень сильно. Такой школы раньше никогда не было. Раньше в школе учили географию, математику, была физкультура, было пение. Ну, все было, все было. Кружки были по интересам и так далее. Но развитием личности, личность развивать, это как раз-таки, друзья, немножко другой уровень по качеству. Поэтому раньше этого и не было. Это только сейчас в нашей школе человек будущего, Homo futurus. Есть такой развивающий момент по принципу подбора путем перебора, по критерию максимальной комфортности. Мы учимся сейчас неисполнительности. Этому можно научиться всегда. Не силы воли. Этому всегда можно научиться, когда вы пытаетесь запрещать себе что-то или инициировать себя на что-то. А мы обучаемся развитию личности. И это немножко другое. Ну, посмотрите. Посмотрите, друзья. Копите вопросы. Поэтому я начал сегодня. Зачем нам медитация до обнуления? Чтобы мы могли слышать друг друга. Заканчиваю тем, что будет вебинар, на котором будет не просто то, что мы будем слышать друг друга, а будем развиваться. Я поэтому, знаете, каждый раз делаю какое-то уникальное, и уникальный контент. Каждый раз в каком-то контенте я говорю какие-то новые слова. Не новые слова, а по смыслу. По смыслу новое что-то говорю. Вот сегодня я сказал очень важное. А что именно я сегодня сказал? Ну, давайте посмотрим. Кто из вас напишет коммент такой правильный? Что сегодня нового и важного я сказал? Если кто-то не сможет, ну, хотя бы напишите, а что именно вы сказали? Я тоже шутник, я могу пошутить. Это приветствуется. Шутки приветствуются. А я вам скажу, что я все-таки сказал сегодня. Я даже не прямо скажу, а намекну хотя бы. Развитие личности. Развитие личности – это когда человек, во-первых, совпадает сам с собой, он счастлив. Потому что счастье – это быть собой, а не играть чужую роль в этой жизни, как ходить в чужих ботиньках. Это быть собой. И вот как быть счастливым, то есть внутренне свободным, то есть быть творцом, то есть быть с ощущением полной уверенности, что ты решишь любой вопрос, который пять минут назад казался вообще нерешаемым, как я на человеке говорил. Да, вы посмотрите, посмотрите, подумайте. Ведь это же и интересно и полезно, потому что сейчас наступает такой период, знаете, какой период? Во всем интернете говорят, что наступает новый переходный период. И все время говорят, намекают, что останутся только те люди, которые хорошие, а плохие якобы исчезнут. Вы обратили внимание? И каждый, поскольку каждый считает себя исключительностью, он считает, что вот он-то и останется. Это же здорово, да? Это называется манипуляция, друзья. Это самая страшная манипуляция. Как раз-таки крючок, который цепляет за самую нашу особенность, чисто человеческую, что каждый человек считается исключительным. Да, бессознательно считает себя исключительным, потому что если он будет думать, что он подлец, что он слой, что он подонок, что он предатель, то ему очень тяжело будет жить. Он всегда психологически находит в себе некие оправдания. И все равно он считает себя, вот если кому-то Бог как бы не простил, а вот мне типа как простит, что я-то типа того. Так вот за это как раз-таки и цепляют. И поэтому надо время от времени разгружаться, обнуляться, выходить на состояние безмятежности, защищенности, потому что пока вы не чувствуете себя защищенным, постоянно будут манипуляциями заниматься. И вот сейчас еще раз обратите внимание, во всем интернете всякие люди разные рассказывают о том, что наступает новая эра. Да. И дают надежду, что хорошие люди останутся, а плохие исчезнут. На самом деле, друзья, ну, посмотрите. Вы к этому придете сами. Разгружайтесь, друзья, разгружайтесь. Только вместе мы сила. Только вместе мы сила. В нашем общем понимании, в нашем общем понимании, что человек творец, и не нужно заниматься только тренировкой исполнительности. Потому что девочки у нас обычно очень прилежные, очень исполнительные. Они как раз таки и помнят, когда у кого день рождения, они умеют поздравить вовремя, они берегини, они вовремя поддержат, они скажут хорошие слова. Но они больше исполнительные. Поэтому на них держится жизнь и держатся мы, мужчины. Они же берегини наши. А мы, мужчины, я не хочу сказать, что мы отличаемся от женщин. Я хочу сказать, что душа-то она единая. Она же женская, да? Она же не душ, а душа. Ну, короче говоря, заболтал я вас, правда? Да. Ну, зато я заставил кого-то задуматься. А зачем же всё-таки люди занимаются медитацией? Обновляются. А метод ключ позволяет это сделать быстро, просто и легко. А не тренироваться только в исполнительности. Потому что сила воли на самом деле это насильное переключение доминанта, на что у нас расходуется больше всего энергии мозговой. А мы находимся в таких условиях, когда нам надо долго жить и молодеть, и чувствовать себя счастливыми, и свободными, какими бы обстоятельства вокруг не складывались. И тогда мы, и тогда мы как раз-таки сохраним разум на планете и человечность у человека. Да, друзья, поэтому нам и нужна школа нового типа, которая называется школа человек будущего Homo Futurus, где раскрываются те механизмы, как работает мозг, о которых раньше не знали. А я это знаю, почему? Потому что много-много лет метод, который я создал, работает. Да, друзья, проверяйте. До встречи.